Крымский федеральный университет – драйвер развития республики. Такую цель поставили перед собой участники проектной сессии по цифровой трансформации ВУЗа. Как отметил исполняющий обязанности ректора КФУ Андрей Фалалеев, основная задача университета – спроектировать образ будущего, который через пять лет будет актуальным для Крыма. Какие рынки мы готовы с вами еще зайти? Какие рынки мы готовы создать в Крыму? Какие рынки мы готовы помочь республике создать в Крыму? И какие продукты на этих рынках должны появиться для того, чтобы Крым, КФУ, мы с вами были конкурентоспособны? Сессия прошла по трем направлениям. Среди них модернизация программы обучения государственных и муниципальных служащих Крым-4000. Ученые Института экономики и управления разработали дорожную карту ее развития, в которую входит создание центра для дистанционного обучения и консультирования чиновников. Сегодня мы создали образ будущего, фактически это будущего тоже нашего института в целом и тех перспектив, которые мы хотим развивать, а именно дистанционная, консалтинговая деятельность, образование, разработка новых форм и методик инновационных обучения. Второе направление – создание лаборатории онтологического управления, которая станет ядром для разработки новых решений и продуктов. К лаборатории предложена работа со сферой АПК, работа с малыми предприятиями, сельскохозяйственными, фермерскими предприятиями. И второе направление – это непосредственно с организацией работы самой лаборатории и организацией проектов в этой лаборатории. И третьим направлением стало здравоохранение, которое сегодня является одной из важнейших отраслей на полуострове в стране и мире. Ученые медицинской академии также разработали дорожную карту развития учебного заведения до 2022 года. В 2022 году медицинская академия и клиника «Светитель Луки» являются драйверами развития медицинского образования и лечения в Республике Крым. Внедряются новые разработки клеточных технологий, то есть применение стволовых клеток, трансплантации искусственно выращенных органов и органов, взятых от доноров. Также разработана и внедрена в практику методика ранней диагностики онкозаболеваний. Как отметил исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, для успешного развития важнейших сфер Республики необходимы специалисты, которые обладают новыми знаниями и навыками. Поэтому в ведущем вузе Крыма планируется вести подготовку онтоинженеров. Специалисты, которые смогут обрабатывать или оперировать большим потоком данных, они будут нужны. Это крайне важно. Они уже востребованы на самом деле, просто нет такого, может быть, горящего. Поэтому университет должен сейчас активным образом включиться в этот процесс подготовки этих специалистов. Руководитель КФУ прокомментировал выступления каждой группы и дал ценные рекомендации. Эта проектная сессия стала только началом большой работы.